В 1943 году американский инженер и изобретатель Литтл Адамс посетил пещеры Карлсбада, что на западе США и был впечатлен полетом миллионов летучих мышей. Времена были военные, и доктор был пламенным патриотом, и в его голове родился довольно экзотический план. А что, если прикрепить к этим летучим мышам миниатюрные зажигательные бомбы и рассеять их над японскими городами? Вероятно, мысль о мышиной бомбе канула бы в небытие, если бы у ее автора не было могущественных покровителей в высших кругах руководства США. В 1943 году в Соединенных Штатах наспех возвели типичную японскую деревню. Жить, разумеется, в ней никто не планировал, а единственное ее предназначение заключалось в том, чтобы оказаться уничтоженной при помощи нового и очень странного биологического оружия. Надо отметить, что крылатые диверсанты блестяще справились с поставленной задачей. Деревня была уничтожена. Для достижения цели массовых бомбардировок решили использовать вид многочисленного бразильского складчатогуба. Именно под этих животных была разработана специальная и самая маленькая в мире 17-граммовая зажигательная бомба. Система использования таких летучих мышей была весьма мудреной. Мышей вводили в искусственную спячку, к ним присоединяли бомбу, а позже сбрасывали к месту дислокации в огромных контейнерах на больших парашютах. Принцип действия самой зажигательной бомбы тоже был не из простых. В состав бомбы входил металлический ударник, который сдерживался стальной нитью. В момент активации в полость бомбы поступала кислота, которая разъедала стальную проволоку, что приводило к детонации устройства. На все уходило около получаса времени. Исследование показало высокую эффективность этого метода. Однако в ходе учений на военной базе США произошел казус. Несколько мышей раньше положенного времени вышли из спячки и забились в щели деревянных ангаров воинской части. Все здания, куда забились летучие мыши, сгорели дотла. Вопреки тому, что проект в целом хорошо себя зарекомендовал какого-то выраженного практического применения, он все-таки не получил. Связано это было с потенциальными рисками при обращении с мышами. Помимо того, испытания затянулись, а война в скором времени закончилась. Поэтому проект был закрыт. И, пожалуй, больше всего от этого решения выиграли сами летучие мыши.